Заложен первый камень в основании Балашихинской областной больницы на 1123 места. В больнице расположится 26 профильных отделений, а также региональный сосудистый центр и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Здесь будут работать около 3000 специалистов, в том числе более 700 врачей. Высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь в больнице смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и из других городов Подмосковья. К открытию больницы будет улучшена ее транспортная доступность для жителей всего востока Подмосковья. До учреждения здравоохранения можно будет добраться на автобусах, МЦД и автомобилях. В частности, будет проведена реконструкция Носовихинского шоссе. Организован отдельный выезд на северо-восточную хорду М-12 и Юла. Откроется многопрофильный центр в 2027 году. Объем отгрузки товаров собственного производства вырос в Московской области с 2013 года практически в полтора раза. Объем отгрузки продукции промышленными предприятиями Подмосковья за десятилетия вырос в три раза – с 1,8 трлн рублей в 2013 году до более чем 5,5 трлн рублей в 2023 году. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, около 90% всего объема отгрузки продукции приходится на долю предприятий, обрабатывающей промышленности. Таким образом, Московская область преимущественно выпускает продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. В прошлом году, по данным Росстата, в Московской области появилось на свет более 72,5 тысяч детей, сообщает Пресс-служба регионального Минздрава. В регионе созданы условия как для комфортного ведения беременности, так и для родов. В рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощникам и телемедицинские консультации. Кроме того, в Московской области принимают рожениц не только из Подмосковья, но и из других регионов. Все роды проводятся бесплатно по ОМС. Достичь таких результатов удалось благодаря работе шести перинатальных центров, а также областного НИИ, акушерства и гинекологии и созданию в регионе трехуровневой системы родовспоможения, позволяющие женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Более подробно с системой родовспоможения в Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Московской области работает единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Субтитры создавал DimaTorzok